Таборное аутсорс на юридическое отслуживание. Слава Богу! И внука, и я лично тебя, то, что вы давали десятина, не так, как угрожают в некоторых церквях, которые говорят, не дай Бог, туда-сюда. Нет, мне радуют, когда люди дают радости. Мне от Валентина Никамбровна прошлая субботу засвидетельствовала, посеяла у меня семечко и засвидетельствовала, как Бог, но ее благословляет. Вы знаете, ко мне, кроме вас, еще трое подошло, семечко, и засвидетельствовала с такими же самыми. Суть даже не то, что радостно, что у тебя там в кармане 300 или 500 гривен появилось, а радостно, что люди почитают с позиции почтения любви к Богу, да, то есть даже сидят пастыря своего, не просто оскорбляют, как некоторые по фейсбуку, здесь кричат пастырь помолись, а потом пишут такие оскорбительные. вещи, то есть, ну, и те, их мы тоже любим, прощаем и благословляем. Вот Митя приехал, хотел бы на одну минутку дать тебе слово, он с Польши, давайте поприветствуем. Он один из первых. Можно исполнить? А ты, а я думаю, да ладно. Я забыла, ну, еще один момент. Плюс к этому всему происходит, с прошлого служения я еду на встречу, я теряю сремленный браслет, дорогой. Потом я теряю, ломаю там бытовые предметы, которые последние. Вот вчера теряю карточку банковскую. Я уже пишу мужу, муж, наверное, я неправильно в направлении двигаюсь, наверное, надо остановиться и все. Ну, я иду на работу, просто на зарплату. Я знаю, сколько я заработаю, ну, и мы закончили эту историю с этим всем. Он говорит, нет, ты правильно двигаешься, это препятствие. Муж на прошлой неделе, если вы помните, был на служении, сегодня он приболевший. Поэтому даже муж, как поддержка, как свидетельство того, что нет, двигайся правильно. И все вот эти вот уже действия, дальнейшие контакты, они были после того. Спасибо. Слава Богу. Давайте, вот, я не буду слава, что иногда мы можем в работе, в семье, в каких-то проблемах, в суете, в Польше, в дороге, где-то оно уходит. Смотрите, вот почему, Господь сказал, седьмой день для Бога, если ты шесть, нам забывают. Если даже беременная женщина забудет в утробе своего ребенка, то Бог от тебя не забудет. И когда мы обращаемся к нему, ну, лучше сразу не туда-туда-туда, а потом к Богу. Лучше сразу. Аллилуйя. Мы тебя приветствуем, Витя. Хоть ты есть опоздание, но рады тебя видеть. Давайте его поприветствуем. Он работает сейчас в Польше и будет открывать там служение в нашей церкви. Пока что он за это молится. Да, Аминь. Я не просто опоздал. У меня просто дочь сегодня шла в первый класс. У нее был первый звонок. Поэтому я задержался с ним. Слава Богу. Сейчас новая система образования. Сейчас многое поменялось. Линейки отменили. Сейчас у нас на Украине. Сейчас просто первый звонок. Сейчас какая-то программа общая в школах. Не важно, в какую школу ты поступаешь. То есть везде одинаковая программа. Потому что мы готовились там в спецшколу. В спецшколу не смогли попасть, потому что она в трех кварталах от нашего дома. А сейчас в каждой школе приписаны дома, из которых ты только можешь туда попасть. Вот такая ситуация на Украине. Ну, на всякий случай. Слава Богу. Поэтому служение это важно. Я вам скажу так, что не просто служение важно. На служение можно приходить и быть не готовым, чтобы что-то принимать. Можно на служение приходить и оставаться, грубо говоря, человеком, который просто приходит. Или проходит, как иногда мы говорили. А важно очень, чтобы служение это было продолжением нашей веры. Нашего взаимоотношения вместе с Богом. То есть если мы просто приходим для того, чтобы зарядиться, и потом все закончилось после служения. Это как бы, ну, слава Богу, что приходите. Слава Богу, что как-то поддерживаете. Может быть, это вспоминется и, может быть, в будущем как-то пройдет. Но наша жизнь, она уже не здесь, на земле, не в этой, скажем так, же суете. А в том, что мы исполняем в том видении, которое для нас приготовил Бог. Аминь. Вот. Ну, скажем так, в связи с тем, что я нахожусь в Польше, это как бы такое движение. Я еще... Ты на машине приехал или на поезд? Нет, на автобусе. На машине долго ждать на границе. Автобус пропускают без очереди, и поэтому смысла нет ехать на машине. Может быть, и дешевле, но и не смысл. Вот. Машина там не проблема, материальные вещи там тоже достаточно простые. Но я хотел сказать о другом, что я долго очень вольется, мне Бог открывал служение во Франции. И, соответственно, то есть когда вот началась революция, когда я женился, немножко все это поутихло, забылось. Вот. А приехав в Польшу, вдруг оказалось, что те люди, с которыми, собственно говоря, я молился вместе, они там оказались, уже есть движение, уже есть желание там служить, уже есть группа, которая там служит. Уже даже есть формат, который возможно там служить, потому что там в нашем стандарте, когда люди просто приходят в церковь, многие боятся церкви, там церкви достаточно. А формат это домашние церкви, то есть когда люди собираются дома, общаются. То есть многие, когда ты говоришь ему, приходи в церковь, они боятся. Они уже привыкли к тому, что в церкви кто-то обманывает, в церкви создают какую-то систему, вот, при которой вроде как говорят, что один человек только руководит, вы все там ослики сидите. А когда ему говоришь, пришли по-месте, пообщаемся, вот, и люди приходят, откликаются и начинают общаться. Особенно этот формат для Франции интересен, потому что во Франции вообще запрещено иммобилизировать, то есть это на свой стартерист, можно иммобилизировать. Вот, хотя есть очень много свидетельств. То есть для меня вот именно на момент, о чем я говорил, очень важно иметь все время откровение с Богом и двигаться в том, что Бог показывает. Если Он показывает, что тебе нужно делать, трудностей не убавь, они будут. Проблемы будут. Но, как говорит Псалом, они будут. Но ты пройдешь долину смертной тени и не убоишься. Долину смертной тени Он упоминает. Он упоминает врагов, которые падут справа слева от тебя. Они будут, они будут нападать. Но во Христе Иисусе, если у тебя есть откровение, ты знаешь, куда ты идешь, Бог тебя сохранит. И манну даст небесную, и перепилов, если надо. Главное, чтобы ты не жадничал и понимал, где твоя воля, где твое направление. Так что с Францией? С Францией готовлюсь. Уже на Францию, да. Тебе времена открыты? Времена, вот я, короче, сейчас мы лизу времена, это будет не ближнее время, потому что, скажем так, там есть группа, которая сейчас едет. Там сейчас у меня задача, скорее всего, больше устояться и потом двигаться вперед. Потому что двигаться нужно не самому, двигаться нужно семьей. Вот, а семья пока здесь еще находится, то есть нужно остаться в Польше, получить некоторый статус и дальше двигаться. Хотя на самом деле люди, которые уже двигаются туда, мы вместе с ними имеем взаимоотношения и, скажем так, и общаемся, вместе молимся, вместе... Хочу немножко ремарку. В общем, знаете, где-то в Писании, отец Сергий, не помню где, там, в каком местописании, но точно помню, что это в Писании. Остановись и познай, что я Господь. То есть иногда надо просто остановиться, в чем ты двигаешься, получается, не получается, даже в семье своей. И познай, что я Господь. И тогда уже, когда с познанием двигаться дальше. Аминь, да. Но познание Слова Господь означает, что Он на тобой господствует, и ты Его слышишь. О, значит, Андрей Владимирович, семинары о смерти и воскресенье, о бесходе, то, что Валерий Васильевич читал стихами, ему все сбросим на плач. Он, значит, ведущий с нами двигается, раз он так говорит. Давайте мы сдадим Богу славу за Дмитрия Анатольевича и его дома. Аминь. Ну и когда ты уезжаешь? В Польшу. А, я 5-го числа, во вторник. Во вторник. Во вторник, в середину утра. Давайте, тогда, мы вас благословим. Одесса, в Юдии, мы благословим. Я специально приехал, чтобы... Вот, мы благословим, и пусть его группа в Польше подгадала команду на Францию. На тюман Ильичика. Маленькая благословим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он работает в хосписе Он работает в Красном кресте Он доктор у нас тоже И слава Богу за него Его четыре раза Вы вызывали Что у тебя за американская вера Бог храни нас Слава Иисусу Христа И передавали привет вам с Давыдовки Там есть Сергей Зазуля Там Адама его называемая Это тоже наша группа У них уже свое здание Воздайте Богу славы Слава Иисусу Христа Передавал Позавчера звонил Юрий Алексеевич Пастырь из Харькова И Владимир Матвеевич Передавали вам привет Они считают Наша церковь Вашего пастыря Своим наставником Воздайте Богу слава Вольф передал Благодарение За молитвы Тоже с Германией С Баден-Бадена И минский пастырь Который приехал с Израилем Жил на телевидении На английском в Израиле Передавал вам привет Потому что он хочет В октябре к нам приехать Давайте Воздадим Богу славу То есть Суть наставничества Не заключается Сколько у тебя человек в церкви А кто ты перед Богом Вот отец Сергий Скажите А отца Сергий Веснерсный А вот Не забирают Такие компании Как церковь пробуждения Да Вот То есть А он забирает Народ кедилцу Во всех конфессиях Поэтому я Очень рад вас всех видеть Сегодня какой-то особенный день Да Вы заметили Какой-то особенный Вас радость внутри поднимается Да Вот И не одно объявление Мы будем О великих и чудных делах Петь Вот Боже И пусть это тоже будет молитва Да Великих и чудных Насчет Вела в тебе укроясь И третья там Спаси Бога Спасибо Да То есть как ты уже наметил Я не вижу препятствий Но если вас Дух Святой поведет по-другому То мы пойдем по-другому Я очень благодарен Богу Я очень благодарен Богу Поэтому мы благословляем всех Господи В Харькове В Днепропетровске Светлана Борисовна еще вчера Звонила Помните бизнесвуменшу Днепропетровска Да То есть тоже вам всем привет Передавала У нее такие препятствия Как говорила Валентина Ивановна Она говорит Пастор я понимаю Что сентябрь Как вы сказали Проручески Завершается Этот этап И новый Ну вот у меня на новом этапе Столько препятствий Говорит Но я знаю Что я должен обойти Вот как и Митя тоже Говорит Препятствия И это как признак Внешний Как видите Что вы на правильном пути Но вам не надо остановиться Не надо Вам остановиться Вы победили Аминь Поэтому Славлю Бога за вас И Благодарю за те свидетельства Еще одно свидетельство Ирочка Краевская Вчера написала Нет Сегодня утром Передала церкви Благодарение Температура У Святослава Прошла Вот Ну у него сейчас Упадок сил 38 35,8 Мне 136,6 Температура Но у него было 39,40 Это вообще Как он выжил Ну это Всем кто молился За Святослава Сказала Ирочка Низкий погном Это мама Святослава Это наша Сестра Служительница Бывшая Помощник Юрия Ивановича Вот Слава Господу За всех Пасторе Да Друг ваш обещал Сегодня прийти И сказал Передавал Большой большой привет Мне очень нравится Ваша церковь Помните да Нам пел тут песни Так что видите Как хорошо И как приятно Жить братьям Вместе Вместе И мы будем Благодарить Бога Ваши нужды Я не молюсь Я просто Во время поклонения Благословим Много пришло Раненых Вот Благословим Что в мир пришел На Украину Убили там Захарченко В связи с этим Какие-то обострения Я только за мир Помолюсь А отец Сергий За все эти нужды Эти тетрадочки Отец Сергий Здесь мы молимся Те кто у нас Не женаты И не замуж Вот А все остальное Тот журнал Люди Которые мы хотим Чтобы спасить А салфетки Записки Ужасные Да Будем благодарить Кто вспомнит Великие и чудные дела Божьи Как я умирал И мне говорили врачи Ты Так Жить тебе Уже закончилось 38 лет Я сегодня думал Как мы глубоко Ошли Да И не только 38 И в студии Закончится Вечность пойдет Не умрем Но будем жить Да Вот Как мне говорили врачи Когда Я не мог ходить Раскухали Многие суставы Разлагались Говорили Необратимые процессы Ошиблись врачи Прыгали еще И не один раз Вот Целый день У меня там есть 50 соток земли Где прыгать Ха-ха-ха Аллилуйя Слава Иисусу Господи Ты действительно веришь Великий и черный Делам Твоей Господи Господи Боже Все держите Живите Праведны и истинны пути Твои Царь Твой Царь Так и Зktó нуля Hundred и истинны пути Таин, Царь Святый, Он не убоится, не прославит тебя, Ибо ты единственная. Все народы поклонятся пред тобой, Ибо ты единственная. Святый, Святый, 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 И единственная. Святый, 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 И единственная. Святый, 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 Все народы поклонятся пред тобой, Ибо ты единственная. Святый, Святый, Передим, Святый, 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 Передим, Святый, 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Иисус, я так благодарю Тебе за смерть на Голдовском кресте. Иисус, я так благодарю Тебе за милость и благость ко мне и за спасение. Ты жизнь моя, и я славлю Тебя, Ты жизнь моя, Ты мое воскресенье, Ты на кресте умирал, чтобы я был спасен. Ты жизнь моя, и я славлю Тебя, Ты жизнь моя, Ты мое воскресенье, Ты на кресте умирал, чтобы я был спасен. Ты жизнь моя, и я славлю Тебя, Ты жизнь моя, Ты мое воскресенье, Ты на кресте умирал, чтобы я был спасен. Иисус, я так благодарю Тебе за смерть на Голдовском кресте. Иисус, я так благодарю Тебе за милость и благость ко мне и за спасение. Иисус, я так благодарю Тебе за смерть на Голдовском кресте. Иисус, я так благодарю Тебе за милость и благость ко мне и за спасение. Ты жизнь моя, и я славлю Тебя, Ты жизнь моя, Ты мое воскресенье, Ты на кресте умирал, чтобы я был спасен. Ты жизнь моя, и я славлю Тебя, Ты жизнь моя, Ты мое воскресенье, Ты на кресте умирал, чтобы я был спасен. Ты жизнь моя, и я славлю Тебя, Ты жизнь моя, Ты мое воскресенье, Ты на кресте умирал, чтобы я был спасен. Абилюд. Спасибо Тебе, Господи за семь, и воскресенье со алле, и труную элиจ. Спасибо, Тебе вся в наше молечение и ранами во имя. Мы дыримся, мы преклоняемStation камення. Спасибо, Отец, спасибо и слава Тебе, Алесуя. Жизнь моя, я славлю Тебя, Жизнь моя, Ты мое воскресенье, Ты на кресте умирал, чтобы я был спасен. Жизнь моя, я славлю Тебя, Жизнь моя, Ты мое воскресенье, Ты на кресте умирал, чтобы я был спасен. Жизнь моя, я славлю Тебя, Жизнь моя, Ты мое воскресенье, Ты на кресте умирал, чтобы я был спасен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спасибо, 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 Иисус! Спасибо, 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 Иисус! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спасибо, Иисус! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спасибо, спасибо, Иисус! Субтитры подогнал «Симон» Спасибо, спасибо, Иисус! Спасибо, 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 Иисус! Спасибо, спасибо, Иисус! Благословен Господь! Благословен Господь! Благословен Господь! Благословен Господь! Иисус, спасибо! Иисус, я закончил свой путь, я совершил, веру я сохранил и в завете, я с Иисусом Христом в этот день совершил. Он, чем в царстве, остался навеки. Спасибо, спасибо! Спасибо, спасибо! Спасибо, спасибо, Иисус! Спасибо, спасибо! Спасибо, спасибо! Спасибо, спасибо, Иисус! Спасибо, спасибо! Спасибо, спасибо, Иисус! 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 Благословен Спаситель наш. Благословен. Аллилуйя. Аминь. Благодарю Бога Всемогущего за эту возможность делиться словом с вами, братья и сестры. Хочу Бога за все поблагодарить, сказать Ему действительно спасибо за все, за все. И спасибо музыканке Певчин, да, всем спасибо огромное. Пусть Бог благословит вас всех. И сегодня у нас и причастие, либо преломление, таинство. Я каждый день размышляю об этом и стараюсь причащаться, вот, либо один, либо со знакомыми, с друзьями, в кругу семьи. По-разному причастие совершаемо в церковном собрании, конечно же. Но самое главное это рассуждение наше о теле и крови самого Спасителя. О нашем спасении, о нашем освобождении, исцелении через кровь Арканца Божьего Иисуса Христа. Слава Господу и благодателю Бога. Можно объявление сделать? Да. Добрый день, Данная Папа, церковь. 23 сентября будет Киев проходить грандиозный праздник. День подъявки. День благодарения. Будем благодарить Господа за горит, который Он нам дает. И приглашаю всех, у кого есть желание, да, желание служить Богу и людям, приходите. Будем выставить палатку 23 сентября. Это воскресенье. Служение будет проходить с 10 до 13 ночи. Будет очень много знаменистовстей с Америки, с других странами мира. И очень будет много людей, которые еще не познали Иисуса Христа. Так что приходите, будем служить им. Будем направлять, сеять. Потому что все зависит только от нас. И я еще посетительство пару слов скажу. Я был в Антон, два года назад. И мы расставляли палатки в Данском, в Абдиевке, в Маринке. И когда стояли в Абдиевке, начали обстрел. И в это время вместо палатки было очень и очень страшно. Но я увидел и тут двое детишек маленьких и снимек палка. И не прыгали, закрали, кричали, папа, папа, папа. А в это время стреляли. И я так посмотрел на небо. И говорю, Господь, ты мой отец. Почему мне бояться? И мы начали служить. И было 100 покаяний. И 100 покаяний. И вчера приняли водное крещение 4 человека. Аллилуйя. Так что продолжаю. 23 сентября на война будем служить людям и Богу. Аминь. И заранее подойдете к брату Сергею, кто на сердце положил Бог вам послужить. Не суть даже собрания верующих, а то, что Бог... Ну, не суть того, что будут знаменитости, а того, чтобы Бог пришел туда. Мы молимся. И второе же у нас 22 сентября в этом вот зале. У нас конференция в церкви Живого Бога с 10 утра и до 17.00. То есть везти буду не я. Везти будут три спикера. Есть епископ Сергей Балюк, пастырь из Венгрии и пастырь, белокожий пастырь из Южной Африки. То есть я не помню их имена. Но так, как говорит наш друг епископ Сергей Василий, говорит, что он уже молится и постится за это, что ему Бог проговорил. Значит, будем верить, что это от Бога, да, то есть и что будет, пройдет хорошо. Мы уступаем наше служение. Единственное, что если вы придете, кто там принесет 10-ти на пожертвование, Андрей Владимирович выставит маску на первом служении. Коробочки, чтобы мы могли рассчитаться за следующие служения, за зал. И вы сможете отдать 10-ти на пожертвование на столике. Вот для нее будет Андрей Владимирович. То есть я буду на первом служении, а остальное еще не знаю. Поэтому тоже, у кого будет на сердце молиться за это служение, за эту конференцию, пожалуйста, подключайтесь со своими делами к конкурсу Юрия Николаевича. Все, мы сделали объявление. И всем благословения. А, пожалуйста, уточнить тоже, думаю, для всех. Значит, это тоже 23-го числа тоже, да? 22-го сентября. А, 22-го сентября. А, и отец Сергия, очень много раненых пришло. Помолитесь, прежде чем мы за нас помолимся. То есть, когда я ехал на дне где-то, и в скорой помощи с Борисом поля туда-сюда обратно, то есть, и помолитесь, пожалуйста. Вы как раз там уже служение. Да, война – это страшная вещь. Да. Вот, и мы росли, не понимали, когда нам говорили родители, что главное, чтобы войны не было. Вот, а вот война пришла. Страшно, конечно. Вот, и тысячи погибших. От того, что она не объявлена, она от этого не стала менее, как бы, ужасной. Она не стала более, там, доброй, как бы, не знаю. Война есть война, будь она объявлена или не объявлена, будь она, как она не называлась бы. Хотя люди привыкли все, как бы, обманывать друг друга. Вот, прятать все. Знаете ли, но это страшно, что гибнут взрослые, гибнут дети. Вот, и, вот. Вот, я тоже был как раз, вот, там, где вот Михайловский, это верхний монастырь, целая стена фотографий погибших солдат украинских, офицеров, страшные вещи. Вот, в России погибло не меньше, даже, может, больше. Ну, просто, как бы, об этом не принято говорить. Здесь хотя бы они, как герои, знаете ли, вот, ну, в части, а там у нас они просто, как бы, даже официально даже не воевали, даже, просто, и все. Ну, от этого, знаете ли, с обоих сторон вдовы, вдовы есть вдовы, сироты есть сироты, вот, и боль есть боль. Любая война, это очень страшно, конечно, любая, это. И всех, конечно, жалко, и тех, кто с оружием пришел, как враг, и тех, кто с оружием пришел защищать свою страну, всех. Бог, я знаю, Он хочет действительно примирить с собой весь мир. Вот, и я молился здесь, в госпиталях тоже, за раненых солдат украинских. И, знаете, тяжело, конечно, когда молодые ребята, вот, порой там бесконечности, без, ну, самое главное, не просто травмированы физически, да, покалечены, изуродованы. А самое страшное, что, вот, очень души изуродованы людей этой войной, вот, и пройдут еще десятилетия, а война это будет все звучать. Вот, и, боюсь, даже не десятилетия, вот, теперь уже, вот, знаете ли. И молюсь, конечно, о мире, а сейчас, конечно, да, новое обострение этой войны, вот, и готовится большая война, конечно. Вот, сейчас, пока еще она маленькая, локальная, как считается, вот, но уже готовится большая, огромная война. Вот, и к этому все идет, вот, генералы об этом давно уже говорят, но так, неофициально. Вот, и, знаете, война... Это, наверное, пир дьявола, это его торжество, это торжество безумия, торжество зла. Вот, и я знаю, что есть сила, лишь одна способна остановить это безумие. И это пир этого безумца. Это есть сила Божья, сила Духа Святого. Сила Христа, сила воскресения Христова. Только это и сила есть. Все. Поэтому, да, наши священники тоже в нашей церкви, капелланами, с первых дней, когда еще только все начиналось, вот, в 14-м году, были там на передовой уже, вот, и помогали ребятам, которые даже не знали, что им делать просто. Просто никаких команд не было, никаких приказов, их просто убивали, и они не знали, что делать. И, знаете, капелланам потом рассказывали интересное свидетельство, что фактически не было ничего, ни оружия, ничего, значит, и количественно, значит, врага было намного больше. Но Бог хранил так удивительно вообще, сверхъестественно. Вот, пули пролетали рядом, снаряды не взрывались, те, которые падали за территорию, значит, батальона, взрывались. Те, которые падали, не долетали, тоже взрывались. Те, которые падали на территорию, ладно, там 1-2 снаряда, там, допустим, да, десятки их, вот, и ни одна из них не разорвалась. Это потом, ну, там даже неверующие, эти вот люди некоторые говорят, ну, точно Бог есть, точно Бог есть. Вот. Конечно, помолимся. И я призываю силу воскресения сейчас Христова. Силу воскрешившего Христа. Воскресение Христова, видевшем, поклонимся святому Господу Иисусу. Единому, безгрешному. Тебе мы поклоняемся, Христос, и святое воскресение Твое прославляем. Ибо Ты, Бог наш, кроме Тебя иного не знаем, имя Твое прославляем. Придите все верные, поклонимся святому Христову воскресению. Ибо пришла через крест радость всему миру, Всегда прославляя имя Господа. Поехали о воскресении Его. Распятие претерпев, Он смертью смерть победил. Воскрес Иисус из вёртвых, как Он и предсказал, подарив нам жизнь вечную. По великой Своей милости. Благословен Господь, Бог наш, живой Спаситель. Боже всемогущий, призывай силу воскресения Твоего, победу Твою, Господь. Бог всемогущий, это безумие останови, эту войну останови, Господь. Боже всемогущий, я знаю, что исполняются пророчества библейские, исполняются слова Твои, которые Ты говорил тогда, два тысячелетия назад, о последних днях. Слово Твое действительно исполняется. И самые прекрасные пророчества Твои исполняются, и самые ужасные. И самые возвышенные, и самые низкие, и гадкие, и страшные слова. Всё, что Ты сказал, это действительно исполняется о последних днях. Бог всемогущий. Действительно проповедуется Евангелие по всей вселенной. Действительно проповедуется всем народом Слово Твоё. Боже, Евангелие, Царство. Но, Господь, мы видим, что в некоторых городах, в некоторых странах оно проповедуется активней. В некоторых оно еле-еле звучит. Также и о войнах, о военных слухах, о последних временах говорится, что будут войны по этим поместам. Боже всемогущий, я знаю, что есть сила молитвы. Есть сила молитвы народа Твоего. Боже, пусть святые подвязаются в молитвах. Боже, прими и сегодня наш, Пениам, молитв. Боже, с этого нашего собрания к престолу славы. О мире здесь. О мире на этой земле. Пусть здесь, на берегах Днепра, славится имя Господа Иисуса Христа. Непрестанно славится имя Господне. Благослови Господь, Боже, и всех этих пострадавших, ребят, сейчас, раненых и покалеченных, изувеченных. Боже, спаси по богатой своей милости. Исцели. Боже, и физически, и душевно. Но и самое главное, дай им, Боже, спасение. Боже, даже в этом ужасе, в котором они оказались. Боже, дай им спасение, дай им жизнь, Господь. Во имя Иисуса Христа. Боже, также молю Тебя за вдов, за сирот. Десятки тысяч покалеченных судеб, тех, которых не было на войне физически, но которые также травмированы и также изуродованы внутри этой войной. Боже, помилуй, Боже, помилуй, спаси. Господь, пошли свой шалоп, свой мир, сверхъестественный мир, сердца людские. Благослови Киев, Господь, благослови. Боже, слава Тебе, Господь. Аминь. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Благословляю Украину, благословляю Россию, благословляю все страны, наши истрадавшиеся планеты. Вся тварь, все творение стянает и мучается в эти последние времена. Это отчетливо видно, действительно. Ожидая откровения сынов Божьих. И величайшее откровение сейчас мы вместе прочтем. Слава Богу. Также и сиди, и стои, как угодно можете повторять за мной сейчас эти слова. Я буду читать из 2-го послания Коринф, апостола Павла, с 5-й главы, с 18-го стиха. 2-й Коринфянам, 5-й глава, с 18-го стиха. И далее я. И я буду читать, давайте все вместе это скажем таким образом. Все же от Бога, еще раз, все же от Бога, и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвую за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Аминь. Братья и сестры, дамы и господа, ко всем вам сегодня это слово.